Приветствую! С вами Якимов Игорь. В этом ролике мы разберемся, почему врет электронный счетчик. Это может происходить как по вине электронного счетчика, так и потому, что этот счетчик неправильно подключен, или из-за неисправности проводки в вашей квартире или доме. Так давайте разберемся, почему это происходит. Я выделил 5 причин повышенного счета электронного электросчетчика. Это, во-первых, неправильная схема подключения счетчика. Это в основном касается электросчетчиков с двумя датчиками тока. О них поговорим чуть позже. Во-вторых, подключение соседей к электропроводке. Тоже по этой теме я сделал отдельный слайд. В-третьих, это большие утечки в старой электропроводке. Электронные счетчики более чувствительны по сравнению с их старыми собратьями механическими счетчиками. Если механический счетчик СО2 начинал считать электроэнергию начиная от мощности от 11 до 22 ватт, то современный электронный счетчик начинает считать электроэнергию от 3 ватт потребляемой мощности. При небольших утечках в электропроводке старый электросчетчик мог их не почувствовать, а когда вы ставите электронный счетчик, то он чувствует все утечки и отображает это на своем циферблате. Если у вас старая электропроводка и обнаружена утечка, то лучше эту электропроводку поменять. Если нет денег пока менять всю электропроводку в доме, то рекомендуется по очереди отключать каждый участок электропроводки и проверять насколько уменьшилась утечка электроэнергии. Особое внимание стоит обратить на ту электропроводку, которая находится в влажных местах. Это электропроводка, которая находится на улице, в сарае, гаражах и подвалах. Также стоит проверить электропроводку, которая находится в туалете и в ванной комнате. Четвертое. При подключении электронного счетчика стоит обратить внимание на электроприборы, которые находятся в вдущем режиме. Это различная радиоэлектронная аппаратура, такие как телевизоры, домашние кинотеатры. Также стоит отключать зарядные устройства для телефонов. Если старый механический счетчик мог такую нагрузку даже не почувствовать и не мотать электроэнергию, то электронный счетчик практически любую нагрузку чувствует и считает ее как потребленную электроэнергию. В-пятых, это неисправности счетчика. Об неисправности счетчиков я выпустил отдельное видео, ссылку дам в описании. Как и говорил, очень много шума сделали электрощетчики с двумя датчиками тока. В чем особенность этих электрощетчиков? В том, что у них датчик стоит как на нулевом проводе, так и на фазном. Распознать эти счетчики можно по такому символу. Это два кружочка соединенные палочкой. Очень похоже на гантель. Этот счетчик выпущен энергомерой, а этот счетчик выпущен украинской компанией НИК. Вот такой вот значок. То есть, что происходит на самом деле? Электрики снимают старые индукционные счетчики и ставят электрощетчики с двумя датчиками тока. При этом или по своему незнанию, или умышленно подключают эти счетчики неправильно. И в результате этот счетчик считают лишние показания. Как это происходит мы посмотрим на следующем слайде. Когда мы подключаем счетчик с двумя датчиками тока, к вам на квартиру как фазный провод, так и нулевой провод должен идти напрямую. Тогда этот счетчик показывает правильно. Что же делают электрики? Они фазный провод подключают правильно, так как было на индукционных счетчиков. А нулевой провод подключают через щит. Или специально так делают. Или когда-то индукционный счетчик был подключен через щит и они этого подключения не меняют. В результате в токовом датчике начинает проходить дополнительный ток, который циркулирует в металлическом корпусе щита. Этот ток бывает намного больше того тока, который вы в данный момент потребляете. Так как электросчетчик выбирает тот датчик, в котором течет больше ток. И считает этот ток для вычисления показаний счетчика. И в результате у вас из-за этого циркулирующего в щите тока получаются завышенные показания. Причем эти показания могут быть в 2-3 раза больше, чем вы реально потребляете электроэнергию. Проверяйте, правильно ли подключен счетчик. Также есть еще дополнительные признаки, как определить, что этот счетчик подключен неправильно. Про это я расскажу на следующих слайдах. В частных домах зачастую причиной неправильного счета счетчика является неправильное заземление. В частном доме подключили счетчик двумя датчиками тока, а заземление подключили к нулевой шине, которая подключена уже после клеймы счетчика. Что происходит тогда? Ток по нулевому проводу через клеймы счетчика, а соответственно через датчик тока идет через нулевую шину на заземление. В результате проходит уравнивающий ток, и этот уравнивающий ток считается счетчиком как потребленная энергия. И в результате, также как и на прошлом слайде, хозяин дома платит за электроэнергию два в три раза больше, чем реально потребленная энергия. Что следует делать, чтобы этого не происходило? Во-первых, в частном доме не использовать счетчик, который имеет два датчика тока. Во-вторых, вообще не подключать заземляющий провод к нулевой шине, а разводить по дому отдельными проводами, которые не подключены к нулевой шине. В-третьих, это сделать зануление корпуса щита еще до счетчика. То есть у нас провод с линии идет прямо на корпус щита, к нему подключено заземление, и уже от корпуса щита провод идет на счетчик. И в результате, уравнивающий ток не проходит через счетчик, а он идет с нуля напрямую на заземление. Этот уравнивающий ток может быть достаточно большой. Что лучше сделать для того, чтобы защитить свою электропроводку от высоких уравнивающих токов? Для этого достаточно поставить двухполюсный автомат, который одновременно отключает фазу 0 в вашем доме. Как при повышенном энергопотреблении, так и при условии, если идет повышенный уравнивающий ток через нулевой провод, то автомат отключится и отключит электроэнергию в вашем доме, если будет идти большой уравнивающий ток. При этом защитит нулевой провод от перегорания. Как я и обещал, расскажу основные признаки, что счетчик с двумя датчиками тока подключен неправильно. Для электросчетчика энергомера это свечение вот этого светодиода, которое называется и фазное не равно и нулевому. Если счетчик подключен правильно, то ток фазный и ток нулевой должен быть равным. Если они разные по величине, то это означает, что электросчетчик подключен неправильно. В электросчетчике НИК украинской компании есть даже два светодиода. Это реверс и земля. Неправильное подключение электросчетчика вызывает свечение одного из этих светодиодов или обоих сразу. Если у вас засветился любой из этих светодиодов, то стоит проверить схему подключения электросчетчика или самостоятельно или вызвать компетентного электрика для проверки схемы подключения. Как может происходить подключение соседей к вашей квартире? Во-первых, это может происходить на этапе строительства. Может произойти из ошибок электриков, которые монтировали электропроводку в вашей квартире. Также может сделано умышленно, когда какой-нибудь хитроумный сосед попросил электриков сделать ему потайную розетку, которая идет не через счетчик. И они, чтобы не мучиться, не тянуть эти провода в щит, подключили эту розетку в ближайшей квартире. И сказали этому соседу, мол сделано, принимайте. Во-вторых, это может быть подключено в щите. Опять таки, это могло быть сделано умышленно, так и по ошибке электриков, которые делали ремонт в этом электрощите. В-третьих, это подключение к розетке. Между вами и соседями находится стена, в которой расположены розетки. И обычно существуют технологические отверстия в стене, и в них устанавливаются розетки. Тут ваша розетка, а тут соседская розетка. И строители, или соседи, могли через эту стенку подключиться к вашей розетке и потреблять через нее электричество. В-четвертых, это подключение в коробке. То есть, под потолком стоит коробка. Причем, к этой коробке можно долезть со стороны соседей. Или сами соседи, или строители могли по ошибке или умышленно подключиться к этой коробке. В случае из моей практики, меня вызвала одна клиентка. В нее получалось как? Свет в встроенном шкафу периодически пропадал по непонятным причинам. Что оказалось на самом деле? Сборщики встроенного шкафа не стали утруждаться тем, что вести электропроводку в ближайшей розетке. Они в стене нашли коробку, которая находится за стенным шкафом, и к ней подсоединились. И оказалось, это коробка соседей. И что происходило? Соседи, когда уезжали на дачу, просто отключали все свои автоматы. Как следствие, обесточивали свою квартиру, и света в стенном шкафу моей клиентки тоже не было. Когда он приезжал, включал все автоматы, свет в стенном шкафу клиентки появлялся. Я этот шкаф от этой коробки отключил. Как они потом это согласовывали с соседями, я не знаю. Я провел электропроводку в ближайшей розетке и подключил. После этого свет в шкафу стал работать так, как и положено. Что делать, если вы заметили повышенные показания электрощетчика? Во-первых, это проверить работу электрощетчика. Как это сделать записано в отдельном видео. Ссылку на это видео я приложу в описании. Во-вторых, проверить подключение в щите. Если вы разбираетесь в этом, можете это сделать сами. Или пригласить частного электрика, который проверит подключение вашего электрощетчика. Во-третьих, если у вас проводка старая, то следует эту проводку поменять, так как из-за нее может быть утечка в электропроводке. В-четвертых, это ограничить подключение электроприборов, в том числе те, которые находятся в ждущем режиме. Так как электронные счетчики чувствуют даже слабое потребление электроэнергии. Если вы проверили четыре пункта и все равно считаете, что электрощетчик показывает неправильно, то напишите заявление в энергосбыт. Пусть специалисты с этого заведения проверят причины повышенного потребления электроэнергии. Надеюсь, я прояснил вам, почему новые электронные счетчики могут показывать неправильные показания. Чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Я обещаю, будет много интересных видео. Если информация помогла, ставьте лайк и делитесь с друзьями. А также задавайте вопросы в комментариях. Я постараюсь на них максимально быстро ответить. И если у вас есть свой опыт в этой теме, то делитесь также об этом в комментарии. До встречи в следующих видео.